Список всех 65 участков, где могут снизить максимально разрешенную скорость, вы найдете в наших группах в социальных сетях. Там же мы предлагаем вам проголосовать. Помогут ли эти ограничительные меры уменьшить количество аварий и спасти чью-то жизнь? Итоги подведем в одной из наших следующих программ. Неужели не заслужили? Региональное правительство решило лишить на отбавки к пенсии 17 тысяч ветеранов Омской области. Возможно, для чиновников сумма незначительная – 550 рублей в месяц. Но для пенсионеров это серьезные деньги. Сокращение объясняет оптимизация бюджета. Получается, что на ветеранах сэкономят около 112 миллионов рублей. Интересно, что примерно такую же сумму чиновникам нужно отыскать в финансовых закромах области для своих экс-коллег – чиновников, которые вышли на пенсию и желают получать к ней еще и надбавку. Кто по 7, а кто и по 10 тысяч рублей. Несмотря на протест депутатов Законодательного собрания и прокуратуры, перед Новым годом Верховный суд принял решение этой надбавки бывших чиновников не лишать. И еще о цифрах. Плата за общедомовые нужды в Омске выросла в два и даже в три раза. Некоторые мячи уже получили первые в этом году китанцы. За жилищно-коммунальные услуги в них совсем непривычные суммы. Платить придется значительно больше. Вот только за что и куда пойдут эти деньги? И вот чтобы разобраться в этой ситуации, мы пригласили в нашу студию председателя комиссии по развитию местного самоуправления и ЖКХ Общественной Платонской области Александр Бурых. Александр Владимирович, здравствуйте, приветствую. Добрый день. Садитесь. Вот как раз одна из таких квитанций с одного из домов. Вот раньше люди за ОДН платили 30, кто-то 80 рублей. Сейчас вместо этой строки к строчке обслуживания ремонт жилья значительно добавили сумму. То есть, например, у кого-то на 300, у кого-то на 400, на 500 рублей увеличилась плата. Вот давайте в общих чертах, вдруг кто-то не знает, кто-то не слышал, не следил за ситуацией, с чем это связано, почему так произошло, что это вообще значит? С 1 января 2017 года, согласно 154 статье ЖК, жилищная услуга – это не только вопросы, которые связаны с содержанием, ремонтом, управлением домом, но и оплата общедомовых нужд, которые включают в себя электроэнергию, потребляемую для общедомовых нужд, холодную и горячую воду, водоотведение. То есть, это все вошло в начисление, которое должна делать управляющая компания. Каков механизм начисления? От чего он зависит? От типа дома, от управляющей компании или от поставщика ресурсов? Сейчас закон говорит, что управляющая компания делает это впервые, начисляет норматив, ничего другого она предложить не может. А регуляторов в законодательстве какой период времени на это уйдет? Ну, если по аналогии с тем, что структура платы утверждается управляющей компанией на год, то и норматив этот утверждается на год. Можно ли будет в середине года, через месяц и так далее, пока это вопрос открытый, на него нет ответа. Нормативы считает РЭК Омской области. И тариф по каждому виду норматива, по каждому ОДН считает тоже РЭК. А дальше расчет делает управляющая компания. Это зависит от технических возможностей, особенностей дома. Ну, например, есть дом девятиэтажный, где один лифт в подъезде, а есть где два лифта в подъезде. Согласитесь, что затраты на электроэнергию, которая приводит их в движение, они несколько иные. Есть дома, у которых в подвальных помещениях они оборудованы всякими разными вещами, связанными с потерями воды, например. Ну и так далее. То есть изношенная инфраструктура инженера. Да, и самый важный показатель – это площадь мест общего пользования. И в этом случае страдают дома общежития, у них очень много мест общего пользования, малосемейки. Разбег может быть от рубля до 10 рублей с квадратного метра в зависимости от того, какая конфигурация у дома. Технические его особенности, этажность дома тоже зависит. То есть очень многие показатели. Сейчас у этих самых возмущенных людей, все, кто получил квитанции, возникает, наверное, вопрос, что делать дальше? Будет ли так? И как можно ситуацию эту изменить? Давайте вот прямо тезис на некий алгоритм. Можно ли как-то поменять? Что для этого нужно? Сохранить систему доказательств, собирать всю информацию, обмениваться ей со своей управляющей компанией. То есть мы собрали показания. То есть чтобы мы владели ситуацией текущего дня и каждого конкретного периода, нам необходимо видеть факт, который будет происходить на нашем доме. Потому что мы будем отдавать норматив, то есть планово, а фактически расчеты будут другого свойства. И вот чтобы понимать, какова эта разница, и готовиться к тому, что никто же не отменяет право на претензию, на перерасчет. Поэтому, когда это будет возможно, к этому надо будет двигаться. То есть обязательно зайти с вопросом.